Добрый, добрый, добрый день! Сегодня я вам расскажу о еще редком растении в нашем ходу, о пахисандре. Если вас интересуют почвопокровные растения и вечно зеленые, этот рассказ как раз будет о нем. Посмотрите, пахисандра это вечно зеленое растение. Листья у него восковые. И удивительно то, что это растение может обходиться совсем без полива. Это, конечно, уникальное растение, но мы его не обижаем и все равно поливаем. Расте оно может быть и на солнце, вот вы видите, как у меня, и в полутени, и в тени. Я вам покажу отличия, когда вот это растение и когда оно растет в тени. Здесь листья светло-зеленые. Видите, они такие вот светло-зеленые. Ранней весной пахисандра начинает цвистеть и выпускает такие, ну, как шишечки, такие белозеленые. Они, конечно, не взрачные, но тоже создают такое красивое впечатление. Вот. Пахисандра у нее очень-очень длинный корень. Очень длинный. И размножается она корневищем. То есть мы подрываем вот так растение, находим здесь корень, обглубываем его с точкой роста. И вот так вот мы его располагаем на расстоянии где-то 25-30 сантиметров. Сейчас я вам покажу. Вот веточка живет 3 года. У растения есть 3 яруса. То есть всего 3 года живет веточка. Она потом уходит вниз, но уже нарастают новые веточки. И оно вот так вот округляется и не видно, что это растение уже отмирает. Вот каждый ярус живет год. Этому растению у меня 2 года. Видите, вот это первый ярус был первый год. Вот это второй ярус. И на следующий год будет третий ярус. Растение достигает 30-35 сантиметров к такому возрасту. И за 3 года оно полностью вот так вот смыкается. Видите, оно вот так вот смыкается и образуется как ручеек. Поэтому если вы хотите создать такой вечно зеленый ручеек у себя в саду, то хиссандра это самое лучшее растение. Оно еще редкое в наших садах. Ну, чтобы вы запомнили, искали в садовых центрах. Называется пахисандра вечно зеленая. А вот пахисандра, которая у меня находится практически в тени. Видите, как листья отличаются? Они темно-зеленые. Вот видите, листья темно-зеленые, изумрудные такие. Тоже вот растение скоро начинает свистеть. Еще рано, я вам позже покажу. И говорю еще раз, что это растение непритязательное. Оно практически не требует полива, не требует удобрения. То есть оно настолько-настолько благоприятное для наших посадок. И выбираю места, где вы хотите создать такие зеленые шапки. Вот я здесь хочу все, чтобы разрослась пахисандра. Или сделать какие-то зеленые ручейки. На каменной горке можно сделать. Или каких-то на клумбах. И пахисандра это самое такое благоприятное растение для этих целей. Конечно, это растение не относится к группе дешевых таких растений, очень легких. Оно достаточно эксклюзивное, редкое. Его надо поискать еще в садовых центрах. Но оно очень благоприятное. Поэтому, если вы заведете его в своем саду, конечно, вы будете безмерно рады такому растению, которое вот так вот украшает. И зимой это все в снегу завалено. И вот такие зумрудные шапки. Это очень красиво зимой, осенью, летом, ранней весной, когда еще нет зелени в саду. А у нас вот это такая уже лично зеленая красота. Сажайте пахисандру и украшайте свой мир цветами. КОНЕЦ КОНЕЦ